Уже пять лет рабочий день Евгения Бархоменко начинается с планерки и просмотра заявлений от граждан. Обратиться могут по разным вопросам. Громкая музыка, ссора в семье, кража. В день приходят 2-3 материала для проверки. Это с 20 домов, которые находятся на участке Евгения. Основными формами несения службы участкового полномочного полиции является ежедневный обход административного участка, в ходе которого проводятся доверительные беседы с гражданами, правовое информирование, профилактическое информирование проводится. Отправляемся на обход. Тщательная работа проводится участковым с людьми под надзором. Их проверяют каждый месяц и даже в ночное время. Евгений интересуется, как дела обстоят у поднадзорного с работой. Ну и что ты, Виталий Валерьевич, пробовал еще работу какую-нибудь найти? Ты в прошлом году у меня шабашил летом, работал там на стройке где-то, сейчас что? Не получается никак? Пока нет. Не хулиганишь больше. Про ночные ограничения не забывай, Витая. Находись дома, да? Потому что сам знаешь, у тебя судом ограничения установлены. А мы уже 3 раза проверяли. В это месяце 3 раза уже проверяли? Да. Ну все, Виталий Валерьевич, пойду я. Давай, не нарушай здесь. Телефон мой есть. В каких-либо случаях можешь обращаться, звонить. С данной категорией лиц у нас проводится тщательная работа. Они приходят на отметку по месту жительства УВД, где отмечаются, что он не покинул свое место жительства. Так как бывают случаи, что данная категория граждан покидает место жительства либо пребывания, в связи с чем объявляется розыск данных лиц. Нередко приходится выезжать и на срочные вызовы. Тут важно незамедлительно среагировать на звонок. Евгений на связи 24 часа в сутки. Недавно у нас женщина на опорный пункт зашла, сказала, что маленький ребенок на карнизе ползает. Мы прям незамедлительно сразу среагировали, прибыли туда. Но папа уже, как говорится, забрал ребенка. На место были вызваны сотрудники ПДН, проводили проверку. Родители привлечены были к административной ответственности. В работе участкового важно примерять на себя и роль психолога. Зачастую полномоченному полиции приходится направлять граждан на правильный путь. Это и является самым сложным в профессии, признался Евгений. Не всегда это удается. Но всем положительным изменениям участковый, несомненно, рад. Конечно, я радуюсь тому, что какая-то работа моя помогает людям не только заявителям, но и тем, кто ранее был, асоциальный образ жизни вел, антиобщественный образ жизни вел, злоупотреблял спиртными напитками. Я считаю, что к людям нужен правильный подход, так как участковый уже и является немного психологом. Смотря на человека, он должен подобрать нужные слова, нужные действия сделать, чтобы данный гражданин уяснил для себя, что с ним работа не просто так это проводится. Нам удалось показать лишь несколько часов из жизни участкового. А впереди у Евгения еще долгий рабочий день.